Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Привет, Семен! А ты чего такой хмурый-то? Не слышал меня, в квартире девушку зарезали. Здесь? Какую девушку, как? А дети твои где? Да нет, это не та, это однушка, которую я сдавал, от жены осталась. Знаешь, деньги нужны были, детей хоть на юг отправить, теперь вот посадят нафиг. Так уж и посадят, ты-то при чем? Ты же там не живешь. Да, полиция считает, что я ее зарезал. Соседи вон слышали, как я с ней ругался. Да, попал ты. Ума теперь не приложусь, что с детьми будет. Коля сообщил детективу о проблемах своего соседа. Вскоре Лукин приехал к дому Семена. Здравствуйте, Игорь Петрович. Семен. Семен, давай сразу к делу. Итак, что вы знаете о своей квартиранке? Как вы с ней познакомились? А, ну, значит, как? Пошел, где, значит, объявление вешать. Ну, о сдаче квартиры. Клею, значит, его на столб, а тут подходит ко мне краля такая. Вся в золоте. Серьги там, колечко. И говорит, снимай. Что снимать? Ну, объявление говорит, снимай, забираю твою квартиру. А я первый раз, я удивился, говорю, уважаемая, давайте хоть, ну, какой-то от руки договор подпишем там, или там, паспорт хоть его и покажите. Ну, а она? А она, веришь, нет? Вот такую пачку денег достает и мне. Я таких денег никогда в руках не держал. Говорит, ключи давай, обойдемся, мол, без этих экивоков. И много дала? Знаете, не обидела. Я не ожидал, что столько будет. Я таких денег в руках никогда не держал. Я нутром чую, что что-то не то происходит. Ну, деньги, они, вот они ж в руках. Я их выпустить не могу. Да, нужно было слушать внутренний голос. Это да. Вот, а вчера, вчера мне соседи звонят. Говорят, мол, по стояку течет у них, посмотри, не в твоей или квартире. Ну, я туда. Звоню. Тишина. Ну, я думаю, значит, нет моей постоялицы. А ключи-то свои с собой у меня. И вы дверь открыли? Открыл. Открываю, только на порог ступил, она как налетит на меня. Орет, как фурия прям. Какое право вы имеете? Мол, я здесь живу. Ну, в общем, поругались мы с ней. Ну, и что дальше? Ну, что дальше? Я посмотрел стояк, он сухой. Я и ушел. А потом полиция ко мне заявляется. Фотографии показывают, а она там лицо в крови, обезображена. Честно говоря, меня чуть не стошнило. Скажите, а вы ей угрожали? Ну, было дело. Ну, я ж не всерьез. Я ж... Ну, как не бывает в ссоре? Меня что-то взбесило. Девка молодая. Орет на меня, по-хамски ведет себя. Ну, конечно, сказал пару ласковых. Но я ее не убивал. Ну, не убивал, клянусь я вам. Помогите, пожалуйста. Дети в детдом попадут. Резонансное дело. О нем уже все крупные издания написали. И что там пишут? Убитая Олеся Вознесенская. Нагородняя студентка. Многочисленные ножевые ранения. Когда уже жертва истекала кровью, преступник ударил ее несколько раз лицом об батарею. А орудие убийства? Не найдено. Тело обнаружила соседка. Ее привлекла открытая дверь в квартиру. Да не верю я, что Семен убить мог. Ну, реально, детей жалко. Он их один растет. Жена в автотострофе погибла. Близких вообще никого нет. Алло. Виктор Григорьевич. Лукин. Слушай, кто ведет дело в Вознесенской? А кто такая Воробухина? О-о-о. Слушай, мне понадобится твоя протекция. Вы опоздали. Между прочим, у меня делал целый вагон и маленькая тележка. Прошу прощения, Ольга Степановна. Интересно, а вот чем вы так приняли Виктора Григорьевича, что он сумел убедить меня не прогонять вас? Обаянием, Ольга Степановна. Только личным обаянием. Так какое ваше мнение по этому делу? Да, там все просто как бы уже день. Просто хозяин квартиры понял, что девушка богатая, но решил ее ограбить. По-вашему, он настолько глуп, чтобы ограбить квартиранку в собственной квартире? Деньги или их отсутствие выносит человеку мозг. Это я вам гарантирую. А у нашего подозреваемого как раз не было денег, он от них остро нуждался. А что, убитая была состоятельна? Ну, знаете, мы сейчас проверяем эту информацию. Сейчас оперативники поехали к ее родителям. А вот подруга, Раиса Терсанова, утверждает, что Вознесенский был богатый воздыхатель. А вы выяснили, кто? Нет, а Вознесенская тщательно скрывала его. Извините, мне пора. А, Ольга Степановна, убитая, она же ведь иногородняя. И она зарегистрирована в общежитии института, правильно? Ну, что она и сейчас там зарегистрирована. А Раиса Терсанова проживает с ней в одной комнате. И как только Вознесенская сняла жилье, она больше в общежитии не появлялась. Выполняя поручение детектива Лукина, Коля решил выдать себя за журналиста и разузнать, с кем встречалась погибшая девушка. Извините, а вы случайно не в курсе? Я из местной газеты, вот. У вас тут человека... Убили! Это я! Это я, главный свидетель. Это я полиции на убийцу показала. Да. Вот хозяин квартиры ее и убил. И труп я нашла. А вы меня фотографировать будете? А как же, получается, погибшая встречалась с хозяином квартиры. А зачем он приходил? Так она же любовницей бы была. Вы уверены? Ну, а девушка? А что девушка? Семен год назад жену схоронил, а мужик-то он еще не старый. А в той квартире дети. Сами понимаете. Про Семена все ясно. Вы про девушку что-нибудь сказать можете? А что девушка? Поругались голубки, вот Семен ее и прибил. Ой! А ведь с виду нормальным человеком казался. Получается, про девушку вы мне сказать ничего не можете. Что вы прицепились ко мне с этой девушкой? Лучше бы спросили, что я полиции про убийцу сказала? Спасибо. А фотографироваться? Вы забыли меня сфотографировать. Тем временем Игорь Петрович встретился с Раисой, сокурсницей погибшей Олеси. Частный детектив. Зачем? А полиция? Полиция тоже этим занимается. От полиции я вас и узнал. Расскажите мне о своей подруге. Так мы с Олеськой не подруги. Мы просто соседки. Жили дружно, но не откровенничали. Она скрытная была. А парень ее? Так я его не видела ни разу. Я просто поняла, что у нее кто-то появился и богатый. У Олеськи дорогие подарки стали появляться. Вот, кстати. Это я ее два дня назад фотографировала. Мне кажется, это винтаж шестидесятых годов. А вы мне скиньте эту фотографию, хорошо? Скажите, а давно вы заметили, что у Олеси стали появляться подарки? Так это особо не надо было замечать. Ну, она просто вся такая счастливая ходила. Две недели аж случилось. И да, все готово. Фотка у вас. И, знаете, вот она своего ухажера называла Львом. И мне кажется, что это все-таки не парень был, а папик. Ну, откуда у молодого столько денег? Ну, а может, это сын богатых родителей? Нет, ну тогда зачем ей скрывать это от меня было, как партизанки? Все-таки, мне кажется, папик. Ну, хорошо. А в последнее время Олеся в общежитии не жила? Почему нет? Жила. Жила, ну, две-три ночи, но ночевала в общежитии. Особенно, когда к парам первым было с утра, важным. Она говорила, что ее квартира находится далеко от института. Спасибо вам большое, Райза. Вы мне очень помогли. Всего доброго. Счастливо. К детективам обратился вдовец Семен Решетников. В квартире, которую он сдавал, обнаружен труп студентки Олеси Вознесенской. Семен основной подозреваемый, поскольку незадолго до ее гибели ссорился со своей квартиранткой, и это слышала соседка. Семен просит доказать его невиновность. Детективы выясняют, что у погибшей был роман с богатым человеком по имени Лев, которого она тщательно скрывала от своих знакомых. Вот что, народ, выясняется, что у убитой девушки был богатый поклонник. Дарил ей дорогие подарки. Вот, посмотрите. И зовут его Лев. И что, это все, что о нем известно? Да. Но меня вообще смущает, почему квартиру снимала она, а не этот поклонник. Ну да, вообще-то это странно. Зачем ей прятаться? А тут она даже на переплату пошла, чтобы не показывать паспорт хозяину квартиры. А если Раиса, соседка Олеси по комнате, права, и поклоннику этому много больше лет, и он женат? И пряталась не Олесь, а этот Лев. Зачем ему светиться там, где его могут узнать? Вот поэтому любовники выбрали такой отдаленный район. Ну, это объясняет, почему квартиру сняла Олеся, а не ее мужчина. Ну, как вариант, потянет. Вот что, братцы, кролики. Что хотите, делайте. Хоть весь город переверните, но этого Льва найдите мне. А я поговорю с клиентом. Слушайте, я уже так больше не могу. Слухи распространяются со скоростью ракеты. Весь двор уже судача, судья-любовница убил. Я ее два раза в жизни видел. Один раз, когда ключи отдавал, другой раз вчера. Семен, успокойтесь. Лучше вспомните, не упоминала ли ваша квартирантка Льва? Ни Льва, ни Бурундучка, ни Муравьеда. Никого она не упоминала. Никаких животных. Хорошо. А когда вы вышли из квартиры, никого не видели? Так. Значит, соседка была с пятого. Ну, это такая вредная. Она на меня еще в полицию настучала. Ну, мы с ней всегда не ладили. Вот. А больше никого не вспомнить? Парень был во дворе. Парень такой из магазина шел с двумя пакетами. У него еще коробка конфеты из пакета выпала. Ну, я конфеты поднял, догнал парня, сунул в пакет ему. А в какой подъезд он вошел, не заметили? В наш вроде. А как парень выглядел? Ну, как. Обычный парень, лет 25. Прилично одет. Ну, так, ничего особенного. Есть контакт. Что, ты нашла? Ну, да, нашла. Я проследила активность Олеси в социальных сетях. И обнаружила ее лайк под комментарием некого Андрея Левченко. Понимаешь? Левченко, Лев. Игорь Петрович, мы нашли. Этого Льва зовут Андрей Левченко. А Лев это просто прозвище. А я всегда в вас верил. Вы у меня молодцы. Осталось найти адрес этого Андрея. Кстати, есть такой бизнесмен, Иннокентий Левченко. Его фирма дачные дома строит. Если Андрей имеет хоть какое-то отношение к этому Иннокентию, то это объясняет, откуда взялся богатый поклонник. Имеет отношение. Я посмотрела адрес. Там прописаны Иннокентий и Андрей Левченко. Видимо, отец и сын. Ну что ж, тебе и карты в руки. Отправляйся туда и попробуй установить у них камеру в квартире. Пока что мы идем на полшага впереди полиции. И нужно этим воспользоваться на все сто. Действуй. Хорошо. Иннокентий Левченко, я из приклинники. Меня прислали узнать, почему вы уже два года не являетесь на диспансеризацию. Девушка, ну, вот я, как по-вашему, похож на человека, который пользуется услугами бесплатной медицины. Я еще в своем уме. Ну, вы меня тоже поймите. Я человек подневольный. Мне сказали выяснить, почему пациенты не приходят. Вот я и бегаю по адресам. Ну, понятно. Ну, вы выяснили. Да? Ну, да. А вы мне подпишите бумагу, что вас проинформировали о том, что вы должны явиться в поликлинику? Девушка, я, насколько я помню, ничего никому не обязан. Поэтому, извините, подписывать я ничего не стану. Ну, вы меня тоже поймите. Ну, как мне отчитываться перед начальством? Ну, подпишите, пожалуйста. Вас это ни к чему не обязывает. Ай, ну, хорошо. Давайте, где я тут? Вы знаете, только нужно указать ваши паспортные данные. А, ну, тогда вам придется подождать. Я на память не помню. Хорошо, я подожду. Выполняя поручение Лукина, Аня установила в квартире Левченко скрытую камеру. Вот, пожалуйста. Ты занят? Нет, девушка из поликлиники уже уходит. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Ну что, как картинка? Картинка хорошая. Да, Коль, слушаю тебя. Так. Понял, хорошо. Ну что там? Левченко старший вдовец. Женат рембраком. На некой Елене. Так вот, этой Елене всего 26 лет. А сыну Андрею 25. Нормальная разница в возрасте с женой. Она же ему в дочерь годится. Вот теперь вопрос. С кем Олеся встречалась? С Андреем или с Анакентием? Ну, я думаю, что при таком раскладе Мука старше, он же вон как молоденьких любит. Так, смотри, то она о чем-то не говорят. Это ты удачно пришел на мое фирменное мясо под итальянским соусом. Дай-ка на тебя посмотрю. Ты что-то плохо выглядишь. Похудел ты как? Что, все силы в бизнес ушли, да? Ну, это мы сейчас поправим. Как там мое мясо-мясо? Встречай гостя. И? Всего 20? Что ж так мало? Сколько было, столько и принес. Да неужели? А ты попроси у папочки. Он добрый, он даст. Или на работе, может, там что завалялось. Да, кстати, где мои цацки? Верни мне подвеску со львом. К детективам обратился вдовец Семен Решетников. В квартире, которую он сдавал, обнаружен труп студентки Олеси. Семен – основной подозреваемый. Детективы выясняют, что у погибшей был роман с Андреем Левченко по прозвищу Лев. Наблюдение за Андреем показывает, что его шантажирует молодая мачеха Елена. Слушай, подвеску никак я не могу. Даже так. Какой же ты слезняк. Это винтажное украшение, очень дорогое. Ищи где хочешь, купи мне такую же. А если нет, то что? А ты подумай. Сам догадаешься или подсказать? В эту игру, мальчик, можно играть вдвоем. И если раньше ты не думал о том, к чему может привести твое поведение, то кто тебе виноват? Ну, еще буквально минуты пять. Давайте пока садиться. Подождите. А я уже слышала. Точнее, воочию видела сегодня эту подвеску со Львом. На той фотографии, которую вам дала подруга Олесе. Точно. Теперь ясно, почему Андрей не может вернуть подвеску Елене. И встречался с Олесей Андрей, это же ясно. Ясно? Вот мне вот ничего не ясно. Вот смотрите, Олеса сняла эту квартиру для того, чтобы встречаться с Андреем. Правильно? Скорее всего, на деньги Андрея. Но Андрей почему-то дарит Олесе подвеску, которая принадлежит Елене. Вот почему? Добавь сюда еще то, что Андрей шантажом выманил у Елены подвеску, а Елена теперь у Андрея шантажом выманивает деньги. Тогда нам остается выяснить, чем Андрей шантажирует мачеху, и чем мачеха шантажирует Андрея. Но неужели тем, что он встречается со студенткой? А если Андрей оказался на месте преступления, и Елена как-то об этом узнала, и теперь шантажирует его? Или вообще Андрей убил Олесю? А Елена грозится выдать его полиции? Да, кстати, мотив для шантажа железобетонный. У него пасынок на крючке тогда. Так, ну-ка сделай мне кадр с Андреем, я отправлю его к Коле, пусть покажет клиенту. А мне надо со следователем срочно поговорить. Сделаю. Ну как дела? Да нормально, он своих отвел домой, игрушки забыл в песочнице. А у вас как? Че новенько? Семен, я тебе сейчас покажу одно фото, а ты скажи, видел ли ты когда-нибудь вот этого человека? Ну да, это парень, который конфеты потерял. Я с ним во дворе вот тут столкнулся. А он тут при чем? Пока не знаю, но то, что при чем, это факт. Ольга Степановна. Ну что вам опять? Дело в том, что мы выяснили личность парня, с которым встречалась убитая. Да что вы? И кто же он? Как вам это удалось? Это Андрей Левченко, 25 лет, сын бизнесмена Иннокентия Левченко. Ну я не знаю, зачем мне эта информация. Понимаете? У нас уже есть подозреваемый. Все улики против него. Я имею в виду Семена Решетникова. А что у вас есть на него, кроме показаний соседки? Мы сейчас проверяем одну версию. И если она подтвердится, ваш клиент сядет и надолго. Вот это вряд ли. Дело в том, что после сторы с квартиранкой, Семен столкнулся нос к носу с Андреем Левченко. Вот он и может оказаться убийцей. Ну хорошо. Проверим мы вашего Левченко. Но то, что Решетникова ожидает решетка, простите за каламбур, даже сегодня вечером. Ольга Степановна, я спрошу, не закрывайте вы Семена. Ну поймите, у него двое детей, родственников нет. Но я лично прослежу, чтобы он не наделал глупости и не ударился в бега. Я не могу вам этого обещать. А детей, скорее всего, ожидает детский дом. Фу, это вы. Я вот сижу, жду, когда за мной придут. Нервы не к черту. Не исключен такой вариант. Да не дай бог. Как же Маша, Ванечка. Слушайте, ну не виноват я. Ну не виноват. Я вам клянусь, я вам. Вы хоть мне верите? Мы-то верим, но... Постойте. Я помню, вы мне сказали, что у вашей квартиранки было кольцо на пальце, да? Ну. А это просто украшение или кольцо обручальное? Обручальное, конечно. А ведь у убитой девушки не могло быть и вручального кольца. Она была не замужем. Подожди, так это эту девушку убили? Ну да. Но это не моя квартирантка. Эта девчонка, курьер с работы недавно уволилась. Это не... Я не с ней ссорился. Какой курьер? Ну вот же. Вот моя квартирантка. Вот это... У нее просто... Ну я тогда не узнал на опознании. Лицо было в крови все изуродовано. Я с ней ссорился. Вот это поворот. Вот что. Вам нужно срочно пойти к следователю и рассказать, что именно эта девушка снимала вас в квартиру. И что именно с ней вы ссорились в квартире в тот день. К следователю сейчас? Ага. Вы уверены? Уверен, как никогда в жизни. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Ну ладно, я сейчас игрушки домой занесу и соседке скажу, чтобы за дьми присмотрела. Значит, это Елена сняла квартиру? Обычно это говорит о наличии любовника. А Андрей вычислил мачеху и начал шантажировать ее. Я проверил Елену, она приезжая. И она очень дрожит своим браком. Более того, Андрей вынудил ее передать ему квартиру. Ему же тоже было место для интимных встреч. А в момент очередного свидания и произошло убийство. Теперь шантаж начался в обратную сторону. Елена решила вернуть все, что Андрей у нее выманил. И он пошел на это. Потому что угроза сесть за убийство гораздо страшнее, чем угроза развестись из-за измены. Но что делала Елена в тот день на съемной квартире? Кто ее знает. Может, просто захотела с пасынком поговорить с глазу на глаз. Угу. Ну давайте уже поговорите. Лен, кстати, хотел тебя давно спросить, а почему у тебя такой перерасход по кредитам? Что, опять все на тряпки что-то пустила? Нет, почему? Одолжила денег твоему сыну. Андрею? А что тебя так удивляет? Андрюша у нас парень молодой, ему перед девчонками надо повыпендриваться. Но Андрюша молодец. Начал потихоньку отдавать долги. Почему ты у меня денег не попросил? Я просто хотел, чтобы ты не знал. Понятно. Разочаровал ты меня, сын. Я теперь понимаю, почему главбуху не нравится отчетность твоего филиала. Папа, что, папа? Надо меньше по бабам шляться и больше о деле думать. Может, еще чьи? Кофейку. Ну, как у вас дела? Да плохо все. Семен задержали. Почему? Ну, убитая Олеся одно время подрабатывала курьером в автомастерской, где работал Семен. Ну, подвозил им расходники. По версии полиции, Семен начал встречаться с Олесей на второй квартире. А после того, как узнал, что у нее есть состоятельный и богатый любовник, привновал ее и убил. Господи, часу отчеству не легче. Вот теперь я понимаю, на какую версию мне следовательно мекало. В общем так, если мы не поймем, что происходило у Андрея с Еленой, мы никогда не узнаем, кто и почему расправился с Олесей. О, кажется, Андрей собрался уходить. Ну, еще вы после такого разнос. Мне проследить за ним? Не надо, я сам с ним поговорю. Андрей! Лукин Крепетрович, частный детектив. Очень приятно, но я тороплюсь, извините. У меня к вам только один вопрос. Вчера, когда вы уходили, вы пакеты с продуктами и конфеты с собой забрали? Ну да. То есть нет, я не понимаю, о чем вы говорите и что это за пакет с продуктами. Все вы прекрасно понимаете. Кто убил Олесю Вознесенскую, вашу любовницу? Слушайте, я не знаю никакую Олесю. У меня нет любовницы и не было. А может, это вы? Может, это вы раз за разом набрасывались на нее с ножом, а потом били ее лицом в батарею? Слушайте, я не знаю кто. Я когда пришел, она уже была мертвая. Там все в крови, меня чуть не вывернуло. Понимаете, я подхватил эти пакеты, убежал. На меня ведь могли подумать. А теперь ваша мачеха шантажирует вас тем, что сообщит в полицию, с кем встречалась Олеся? А, так вы и это знаете, да? Крыса. Она проникла в нашу семью, заморочила голову отцу. Это дрянь. Мне кажется, шантаж от вас семейный. Кто грозился отцу рассказать о любовнике Лене? Не вы ли? Послушайте, это была шутка. Я клянусь. Когда вы вошли в квартиру, Олеся была еще жива? Я проверил пульс. Она не дышала. Там все в крови было. Кругом кровь. Вы хотите знать, кто это сделал? Да. Ну что, готовимся смотреть последний акт Мерлезонского балета? А то. Вот. Папа, познакомься. Частный детектив расследует одно убийство. Андрей, я что-то не понял. Иннокентий Ильич, вы не волнуйтесь. Взгляните. Вам ничего здесь не знакомо? Ну, девушку, я не знаю. А вот подвеска. Я, по-моему, тебе такую же дарил, Лен, а? Посмотри. Посмотрите. Девушка та же. А какой контраст, а какая разница? Да что вы нам здесь за ужасы показываете? Ужасы? Ужасы, Елена, начались в тот день, когда ваш любовник вытер вас ноги. Я эту квартиру для нас снимала. Слышишь, для нас. А ты вчера туда какую-то девку привел. И не отпирайся, я вас застукала. А ты кто вообще такая, чтобы указывать мне, с кем спать? Я уже давно вырос, мамочка. И сам решаю, что мне делать. Сволочь. Ты же сам ко мне подошел. Сам меня соблазнил. А теперь, выходит, я по боку? Слушай, для этих дел у тебя есть папочка. А ко мне не лезь. Надоело. Что? И учти, если будешь мешаться под ногами, то отец узнает о твоих похождениях. Как ты думаешь, кому он поверит, тебе или мне, родному сыну? Мигом вылетишь в свой колхоз. Ну-ка. Ты что делаешь? Мне всегда нравилась эта штучка. А тебе советую помалкивать. Иначе отец все узнает. Это что, вы? Вы за моей спиной? Пап, я тут ни при чем. Это все она. Слизняк. А вас Елена опознал хозяин квартиры. Он пришел как раз в тот момент, когда вы, убив Олесю, переоделись во все чистое. Собрали вещи и хотели уходить. Да это бред какой-то. Бред? Именно поэтому вы устроили с ним скандал. Чтобы он не вошел в комнату и не увидел, что вы сделали с Олесей. Ей всего 19 лет было. Так это ты. Это ты убил Олесю. Да я любила тебя. Я даже квартиру для нас сняла. Я день и ночь только о тебе и думала. Ты для меня был отдушенный. Светом в окошке. А ты бросил меня и шантажировать начал. Чем он все это доказал? У него была запись нашего телефонного разговора. Я терпела. Все терпела. Но когда ты привел эту девку в нашу квартиру. Вы знали, что Андрей, как обычно, пойдет за продуктами. Воспользовались своим ключом. Вошли в квартиру. И убили соперницу. Потом вытолкали не вовремя появившегося хозяина квартиры и чудом разминулись с Андреем, когда он возвращался из магазина с покупками. Да это он один. Он один во всем этом виноват. Отец. Отец, ты как? Скорую вызовите, пожалуйста. Коля, ну спасибо, брат. Просто спас ты меня от тюрьмы, а детей от детского дома. Работа у нас такая. Ты обращайся, если что. Не-не-не-не-не-не. Надеюсь, больше повода не представится. Ну как сказать, а вдруг ты кому-нибудь еще решишь квартиру сдать? Я эту квартиру лучше продам. Деньги вон детям на счет положу. И чтобы больше не бляпаться в такую историю. Елену ждет суд за предумышленное убийство. Иннокентий подал на развод. Андрей съехал с квартиры и вышел из семейного бизнеса. С отцом не общается.